Что кроме зубок еще надо чистить в ротике? Так, рассказывай. С помощью мягкой игрушки юные видновчане показали, как они чистят зубы. Доктора поправили, ребята рассказали, как нужно ухаживать за полостью рта и как часто ходить к стоматологу. Педиатры вместе с аниматором показали детям и родителям зарядку-профилактику плоскостопия. Кроме того, психологи провели арт-практику для маленьких гостей. Праздник со здоровительным уклоном прошел в Центре здоровья для детей на базе поликлиники. Мы запланировали тоже в нашем центре организовать такой праздник для детей, чтобы совместно обсудить вопрос, как мы можем улучшить свое здоровье, разобрать моменты, что нам мешает быть здоровыми и совместно сделать так, чтобы мы были все здоровыми. Между играми и практиками юные гости праздника прошли медицинское обследование. Со специальным оборудованием и дружелюбными медсестрами даже медосмотр превращается в развлечение. Например, объем легких здесь измеряют при помощи специального приложения. Ребенок исполняет роль волка, которому нужно сдуть крышу с домика трех поросят. Мы можем померить рост, можем померить вес, померить артериальное давление, уровень сахара крови. Также проводятся специфические методы исследования, биоимпедансиметрия, которая позволяет выявить процентное соотношение в теле человека воды, уровня жира, уровня мышечной ткани. Также всем желающим провели исследование на кардиовизоре и измерили артериальное давление. На основании обследования родители получили индивидуальные рекомендации по питанию и образу жизни ребенка. Кроме того, пока дети и играли, мамы и папы прослушали лекции терапевтов, психологов и неврологов, а также задали вопросы, на которые зачастую не хватает времени на обычном приеме у доктора. За 15 минут отводимое на прием мы не можем все вопросы обсудить, рассказать, показать все. На этих лекциях мы можем подробно обсудить, как поступать, что делать, какие мероприятия нужно, начиная с периода рождения до взросления проводить. Медики Центра здоровья для детей рассказывают, такие образовательные праздники будут проводить на протяжении всего лета. В планах приглашать на лекции не только терапевтов, но и узких специалистов. Расписание мероприятий можно найти в телеграм-канале или на сайте Центра. Олеся Попова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.